здравствуйте друзья примерно около года назад под одним из моих видео а именно питер до взрыва 2 один из зрителей написал комментарий то что в уральских горах наш президент владимир владимирович путин выкопал подземный город на 300 тысяч человек впоследствии правда этот комментарий был удален наверное самим же автором этих строк что косвенно и подтверждает серьезность его слов почему я начал с этого комментария давайте вспомним еще один факт который произошел в 2003 году на алтай так называемые чуйское землетрясение 2003 года произошло ночью как это ни странно но наши сейсмологи проспали это землетрясение они были сами очень сильно удивлены магнитуда главного толчка было более 7 баллов гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров на дорогах трещин шириной несколько сантиметров строители восстанавливают стены кирпичных зданий длиннобитные дома восстановлению не подлежат телецентр выдержал серьезное испытание на прочность ощущение было что она может упасть вот эта растяжка буквально это растянуло а то оборвало с третьего удара но удары были мощные потому что был стоял от мачты как выстрел из пушки то есть бахало а совсем недавно в новостях нам сообщают что путин и шойгу прилетели на алтай отдохнуть на пару дней на мой взгляд это интересная поездка может быть он действительно приехал отдыхать а вдруг это госприемка еще одного подземного города значит получается что путин с гп не договорился либо просто не доверяет ему походил по горам полюбовался красотами кратко но содержательно об отдыхе президента россии как рассказал дмитрий песков перед рабочей поездкой в кемерово владимир путин решил сделать остановку в туве где и провел выходные любой кто бывал даже в небольших горах знает что в какой-то момент тяжело дается каждый метр путин шойгу и патрушев судя по кадрам личного оператора президента прошли по стоянам 8 километров новых сил набирались по ходу маршрута как раз поспела брусника супер на рынок пойдем надо насобирать и на колхозный рынок и камешки эти это вы представляете вот с тех камней вот это вдоль горы ушли туда сколько мы прошли все совокупность вот с кругом от вертолета до вертолета восемь 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 двести получилось в туве расположена самая высокая самая низкая точки восточной сибири здесь находится более 40 горных вершин высотой более трех тысяч метров так при чем же здесь чуйское землетрясение ну сам подземные города я никогда не строил но представление имею сначала нужно выкопать тоннель так давайте его сейчас прокопаю углубляемся после чего закладываются заряды много зарядов и затем все это дело взрывается но понятное дело что не сведущие люди поэтому мы с вами думают что происходит землетрясение на дальше как говорится дело техники причем именно в прямом смысле идея подземных городов не нова вспомним хотя бы турецкий подземный город деринку который был случайно обнаружен а сколько еще таких подземных городов о которых мы вообще ничего не знаем так что господа сибиряки уральцы может статься то что ваши так называемые халупы могут быть самыми родными надежными нежели московские красивые гробы конечно кто-то может сказать что я нафантазировал и все а я не отрицаю мы видим сейчас время тяжелое путин отнимает бразды правления англосаксов англосаксы сопротивляются и могут от нам сильно нагадить ну например притопить нашу страну и смеяться по этому поводу не надо вспомните хотя бы о гипербореи на старинных картах она везде присутствует и где сейчас она под водой наступило такое время задуматься о том насколько хлипок этот мир как все ненадежно но и руки опускать не будем желая нам всем преодолеть это нелегкое время до свидания